Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы геройство Мире Меча и Магии. Завершаем кампанию Кровь Дракона. Сценарий 4. Жажда Крови. И снова вы должны сокрушить ваших врагов, до того, как они сокрушат вас. Если Мутара погибнет, все потеряно. Даже с двумя лучшими из ваших помощников, это все равно будет трудная битва. Я один, против меня четверо врагов. Сложность не меняется, потому что это золотое издание. А бонус. Два кристальных, три сказочных или шесть черных. Предлагаю взять шесть черных и разделить поровну между героями, чтобы они в рассыпную двинулись в три стороны и захватили территорию поблизости как можно быстрее. Плюс еще один герой будет около замка тусить и защищать, охранять или также осваивать территорию. Погнали! Посмотрим еще раз превращение Мутара. Но вот на финальной картинке она выглядит просто как ящерка какая-то. С другой стороны, дракон это огромная ящерица. Победа над лордами, закрывающими вам доступ к туннелям на поверхности границам Нигана, заставит Ниганскую аристократию воспринимать вас всерьез. А вы ловите себя на том, что смеетесь о счастье при мысли о грядущих битвах, прерываясь, чтобы полюбоваться вашими новыми когтями, а затем рычите Вестово, чтобы они вызвали двух ваших героев, лучше всего проявивших себя в прошлых сражениях. Пришло время показать сомневающимся, что я достойно занять им место в рядах могущественной аристократии Нигана. Они хотят отведать мои крови, не так ли? Я сама выпью их кровь. И Мутара стала драконом. Хм, а вот характеристики я, честно говоря, не помню, какие были в предыдущем сценарии. А специализации также осталось, атака и защита драконов ничего не добавилось. Иконка изменилась. Напиши в комментариях, поменялись ли их характеристики. Я записываю не в подряд, а спустя большой промежуток времени, поэтому не помню. Так, во-первых, нужно расфасовать драконов. Этим займется... Малекит. Плюс он будет охранять мой замок, кататься рядом и смотреть, что здесь есть поблизости. Итак, Малекит, забирай. 38 троглодитов, 6 гарпи, 3 глаза и 4 драконов. Только себе их не забирай, а даже товарища. Так, это кто выучился, Малекит или Аламар? Позволяет героям обучать друг друга заклиняем до 4 уровня включительно. Стоп, погоди, что она... Я сейчас немного промедлю. Получается, что Малекит изучил... Нет, он не изучил все же. Мудрости не хватило. Городской портал, потом... Опаньки, Аламар, какой же ты красавчик. Ну, Аламар почти красавчик, но... По крайней мере, теперь строить гильдию магов уж точно мне не придется. Так, 36 троглодитов, 5 гарпи еще и... А что так далеко? Мутар, отойди, ты тут мешаешься. Сифенрот, отдавай троглодитов, забирай драконов, отдавай гарпи. 146, 22, 3. Очень-очень даже неплохо на первый ход. Вот так... 90 маны. Знаешь что, давай построим гильдию магов, а на следующий ход возведем здесь вихрь маны, чтобы удвоить магию Мутары, потому что, во-первых, Аламар 140 маны, а Сифенрот 120 маны, Мутара 90. Ну, это никуда не годится, правда, атака и защита гораздо лучше. Итак, нас четверо. Отправляемся в 4 разные стороны. Аламар, раз ты на западе. Дуй на запад. Склад Медуз. Почему бы не грабануть? Ай, ошибочка вышла, на запад ничего нет. Ладно, просто граем тогда. Медуза ничего не сделает драконам. Пых. 18. Но... Им нужно очень постараться. Конечно, думал, урон будет пониже. Да, только половину здоровья дракон потерял. А вот у Медуза окончились даже стрелы. Хорошо. 3000 золота и 6 серы. А много грифонов. Малекит, я доверю это тебе. Тебе нужен опыт. Так что, Аламар, а куда тебе двигаться? Неплохо было бы сначала понять, а вообще, куда ведут пути. Наверх. Давай, Малекит, ты двинешься наверх. А Мутара пока займется собирательством, потому что ей все равно в город нужно зайти для пополнения ман. Поэтому далеко отходить смысла нет. Сифенрот. Предлагаю, ты отправишься на север. Так, это что у нас? По-моему, повышает удачу. А всякие чердаки, гарпи и сады троглодитов я брать не буду, по той причине, что в предыдущем сценарии убедились. Нужно искать крутые логова. Логова драконов или же Монтикор. Аламар, если тебе сюда дорога приключений не светит, тогда отправляйся на юг. Завершить, да? Военный дневник. Все идет согласно плану. Я расположилась в туннелях под моими врагами. Я не думаю, что они знают о моем местонахождении. Местные говорят, что здесь есть еще пара замков поблизости. Я собираюсь захватить их, а уж потом неожиданно напасть на врага через подземные врата. Ага, то есть Монита, подземные врага, пока не трогаю. Тогда что? Малекит, ты двигайся на восток проверить? Что это? Глубокие пещеры. Просто я не хочу сейчас ловить еще один тупик. Это серьезно чудище на дороге. Угу, значит Мутара. Твой выход. Здесь строим, естественно, вихрь манны. Магическая энергия удвоена, что прекрасно. Теперь 180 единиц. Это великолепно. К сожалению, из-за Малекита не проскакать дальше. Он блокирует проход. Тогда уж... Тогда уж что? Синферн-Рот, едь на север. Сюда или сюда? Давай-ка ты отправишься на запад. К тысячу опыта приходится. А Мутара тогда на восток. А Малекит как-нибудь возьмет волю в кулак и попробует одолеть. Вот почему не показывается группа чудовищ. Или ему Аламар даже поможет сейчас. Не сейчас, а следующий ход. Он все равно ближе всех остальных. Так, а я тут не заметил ноги Легиона. Нужно будет подобрать и отдать другому герою, который станет жить в замке. И это будет... Ну, Сандра нельзя отвести такую роль. Он слишком крут для этого. Поэтому давай возьмем Гарпию. Остальной народ, ну, выгоним. Все равно они будут только портить мораль и тормозить. Многие Легионы. Существа второго уровня плюс пять. Не то чтобы прям супер. Но пусть будет. Задержите. Военный дневник. Мой начальник разведки сообщил, что подземные врата у замка Бэтфанк ведут в зачарованную землю, над которой находятся лепрекон и золотая шахта. А, то есть это не ведет к урагам, как ты только что об этом сказала. Хорошо, Малекит, тогда ты отправишься наверх. Аламар. То есть они друг друга заблокировали. Просто красавчики. Так, Малекит, давай ты сюда. Аламар сможет пройти? Нет. Малекит, сюда. Да, аламар сможет пройти? Да. Группа чудищ. С помощью магов. Ох, ох, ох. А что ж у вас так много? Замедление? Ой, а общего замедления даже нет. Интересно. Не замедление общего, не бешен. А, берсерк есть. Давайте вы начнете между собой враждовать. Так, одни на других, наверное, вот здесь стоит использовать. Драконы пока ждут и смотрят. Отлично, прошигаем наискосок. И снова начинает враждовать чудовище. И опять огонь наискосок. Да ладно. Ну, не так уж и много я повреждений получил. Еще раз. Сейчас не получилось. Ну, что ж, вы такие прочные. Хорошо. Победа. Портал выхода. А стоило ли мне это делать? Тут как бы враг ко мне придет, как я понимаю. Ладно, аламар, двигайся на юг. Алкин. Давай ты соберешь вот здесь серу. Или чтобы он прибыло подкрепление из ваших владений в глубоких пещерах. Неожиданно. У Алкина появилась армия, которая круче, чем у Малекита. Хорошо. То есть ты сейчас можешь тоже сразиться, например, с... Стоять злобоглазов как-то не хочется. Состоять эльфов тоже не особо. Горит желание. Вот грифонов можно было бы разогнать. Или все отдать Малекиту, чтобы тот направился наверх и освоил золотую шахту. Мне кажется, это более разумный вариант. А с другой стороны... Алкин. Четыре единицы защиты. Он что-то умеет. Но Малекит научился колдовать. Мне кажется, все-таки Малекит будет в выигрышной позиции. Так это что я сделал? Зачем я так поступил? Гарпи отдал. Так, один троголодит. Нет. Одна Гарпи остается с Алкином, чтобы тот побыстрее бегал. А всех остальных вероломно Малекит забирает себе. А сельфинарод получает тысячу опыта. Это лучше, чем ничего. Артефакт на ману. Пусть три единицы маны в день. Местится из монет, так что это придется впору. Так. Наверх или вниз? Даже вот не знаю. Мутара, давай в другую сторону дуй. Тысячу опыта я предлагаю не брать, а вот притон воров можно посетить. Так, кто у нас самый сильный? Естественно, Мутара. Армия у меня также сильнее. Против меня Орлак, Даркшторм, Шахти и Джедит. Из них я, пожалуй, больше всего опасаю Джедита, так как он умеет воскрешать. Ничего нет. Храм. Ничего нет. В моем городе. Золото кончается, давай начинать отстраивать. Ратушу, магистрат, капитолий. Просто существа у меня внезапно появились из воздуха. Поэтому сейчас ресурс важнее. Военный дневник. Сегодня начальник разведки доложил, что его подчиненные нашли нейтральный замок. В пещерах к северо-западу от нашего первого замка они продолжают поиски других замков. Так, вот это хорошо. То есть, Тимферот, разворачивайся. Ты немного не туда повернул. По пути стоит, наверное, забрать. Да, не то, что по пути. Вот, под боком замок уже. Прожариваем. Прекрасно, замечательно. Магия воздуха третьей ступени. В город я не успеваю. Пусть хотя бы золотая шахта будет. Так, один город захвачен. Амутара, давай смотри, что в этой у нас стране. Еще одна развилка. Давай осмотрим, что в углу карты. То есть, пойдем на северо-восток. Группа золотых драконов. А что вы такой хороший охраняете? Это выход от спадземелья? Да. То есть, здесь, как понимаю, будет находиться мой враг. Отправиться к нему с двумя драконами. С двумя драконами и с Армагеддоном я решился. Сейчас, пожалуй, нет. С другой стороны, у него я не знаю, сколько стартовых существ. Вдруг там какая-нибудь охрененная армия и уничтожит моих драконов. Ну, если объединить свою армию в кулак, то моя армия сильнее. Ну, давай не будем рисковать. Кроме того, это Мутара, это не Аламар, не Сифенрот, которых можно потерять. А тут, если потеряют, то все. Мутара, ты умеешь что-нибудь классное колдовать? Что-нибудь такое, что заставит соперника проиграть? Так, листая обычное заклинание, на боевые не переключился. Берсерк, берсерк, берсерк. Может подействовать, если на зеленых и красных взрыв, удушение. Тоже очень хорош. Можно рискнуть, сейчас попробую сюда залететь. А сначала предлагаю разогнать врагатых демонов и забрать их артефакт. Так, Ламар, ты что-то медленнее всех передвигаешься, отправляйся. Я вот подумаю, может, стоило использовать порталы. Мутара умеет открывать портал. Сифенрот не умеет, ладно. Ничего страшного, в общем, не случилось, я думаю. А, лепрекон, лепрекон, лепрекон. Тебя я трогать не буду, грубо говоря, нах. Плюс один уровень сейчас, но не вижу в этом смысла. Вот стою демонов разогнать, пожалуйста. Пусть сами подходят. Скорость 5, у троглодитов тоже 5 за счет поверхности. Раз, два, три, четыре, пять. Перед карте не встать. И подождать. Им придется в любом случае до меня добегать. Ждем, ждем. Ну, не ждем, в данном случае защищаемся. А вот теперь все ждем. Отлично. Пожалуй, Минотавру не станут атаковать. У них здоровья немного больше, чем он. А, демонов. А вот Монтикоры попробуют. 37 единиц урона. Это было больно. Скорости сколько? Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они смогут добежать до Медуз. Скорость 6. Скорость 6. А здесь кто-нибудь успеет дострелить. Либо, либо, либо. Молния. Я не хочу Монтикору терять просто. Можно было ей без Молнии обойтись, получается? Ладно, перестарковался. Так, Алкин. Алкин, Алкин, Алкин. Что ты можешь сделать? Ты можешь отправиться на юг и в противоположную сторону от Аламара поехать и разведать, что там находится. Так, теперь здесь. Портал. Но мне некого сейчас притягивать. Глазница Капелла Безмолвия. Золото внезапно появилось и после утопии драконов появится еще по этому глазница. Завершить. Военный дневник. Мы, разведчики, обнаружили нейтральный замок на юго-востоке от моего первого замка. Спасибо, это хорошая наводка для Аламара. Конечно, я преследую их. Опыт лишним не бывает. Выход. Три единицы знаний и силы магии. Сейчас бы у меня было манна 240. Утопия драконов. Очень спорно. Этих драконов даже не воскресить в случае чего. Но я думаю, я должен справиться. Я надеюсь. Да. А вот хреново пойми. Иммунитет заклинанием первого четвертого уровня. На них подействует удушение. Скорость 16. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать. Короче, на всю карту летают. Эти тоже на всю. Скрыться можно от зеленых драконов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. От красных не получится, если я останусь здесь. То есть получается, я могу сейчас использовать взрыв, который удушение. На золотых их уничтожить, спрятаться от зеленых, атакуя при этом красных. Надеюсь, что они меня не сожгут. У каких красных атакую черных? Красные также не долетают. Надеюсь, все пройдет. Бум-бум. До красных не долетели. Потери на 100 единиц здоровья не страшны. Удушение на красных. И вот у вас спрятаться бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мне кажется, вот теперь они меня везде достанут. Вот думаю, стоит стать так, чтобы они случайно атаковали еще черных. Давай защита. Нет, случайно они не атаковали. Девяносто две единицы здоровья, это плохо. Уничтожаю. Практически уничтожаю. Девяносто две единицы здоровья. В размен с черными пойти. Да? И? Да, выжили. Замечательно. Не уверен, выжили благодаря тому, что стали в защиту или нет, но... Это победа. Это было близко. Ожирель небесного бланшенства, доспех черного дракона. Голова легиона. Это очень хорошо. Еще бы это стоило доставить в свой замок. Ради такого я, пожалуй, даже найму курьера. Курьера по имени Стих. И вручу ему одну гарпию. Чтобы тот быстро добежал. А заодно в городе. Что строим капелла безмолвы? Стих скачи, забирай голову. Мутара здесь разобралась со всеми. А золотых драконов, пожалуй, я сейчас трогать не стану. А загляну в эту пещеру. Так что у нас с артефактами? Три к основным характеристикам. Или мораль. Мораль и удача. У меня что-то переклинило. Здесь сила магии. Я внезапно как-то увидел в ожерелье зубов дракона значок отваги или значок доблести. Не помню, как называется. Который дает удачу мораль по 3 единицы. Но здесь тогда без вариантов. Далее. Аламар. Тебе рассказывали, что на юго-востоке есть город. Отправляйся сюда. Стрелок не пойдет. Амулет некроманта. Щит неупокаянных. Меч черного рыцаря. Щит неупокаянных. Мне что сейчас некроманта какой-нибудь нанять? Ладно, давай возьмем и то, и другое. Деньги как бы есть. Ну и Аламар улучшит свои физические характеристики. Махун не плохой, а вот боец такой себе. Тысяча опыта почему бы нет. Сифенрот спокойно забирает Шэдоу Дэн. Великолепно. В Шэдоу Дэне, наверное, стоит нанять кого-нибудь, кто будет осваивать территорию, или отправить туда Алкина. Алкина, конечно, я хотел в другом направлении. Ладно. В самом Шэдоу Дэне я найму сначала таверну. Сифенрот, ну давай тогда ты грохнешь собак, чтобы они не мешались. Да, преследую. Что-то здесь совсем армии никакой нет. То есть просто драконы абсолютно всех сжигают. И здесь тупичок. Вопрос, будет ли вот здесь же тупик? Будет ли здесь только лесопилка? Ивар. Я выбираю тебя. Возьми одну карпию и также осваивай территорию поблизости. Так, Малекит забирает, наконец-то, золотую шахту. Я думаю, он должен справиться. Да, вот надпись «Много Церберов». У меня в голове ассоциируется с количеством, ну, в районе так 50. 50, 100 – это много. Но 20 каким образом? Пождем. Защищаемся. Так, а вас бы неплохо было позамедлить. Они очень шустрые, товарищи. Хотят получить преимущество, то есть один раз ходить и потом с ожиданием вновь сходить и меня атаковать. А, гарпии, вы не ведьмы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И до вас долетают. Я тогда вами загоражу троглодитов. Но мне не хочется, чтобы их атаковали все-таки 200. И не такие здоровые, как гарпии. Минотавры. Скорость 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, сюда встанем. А вот мантикур атакует. А троглодиты страдают. Между тем, мантикур атакует 26 единиц здоровья потеряли. Есть пять единиц магии. Волшебная стрела. Ну, что она сделает? Убьет двух церберов. Мы подождем. Карпии немного подсоркоротят количество... А нет, они загородят троглодитов. И тогда церберы поскачут сюда и моим стрелкам устроят веселую жизнь. Либо полетят в гарпию. Минотавры ждут. Под гарпией, честно говоря, совсем не страшно ценить. И то, что не страшно, у них урон какой-то 1-4 очень неудобный, на мой взгляд. Да, у троглодитов 1-3, но 200 троглодитов и 31 гарпия это большая разница. А сейчас будет ответный удар. Да, и опять же по гарпи. Малекит, возьми мудрость, потом пообщайся с каким-нибудь аламаром и научись порталу. Так, а какой-то тут еще был навык 1. Черт. А магия воды нет. Группу нах. Наверное, я не разберу. Плюс один уровень. Мне кажется, совсем сейчас не следует. Вот сюда можно заехать. Завершаем ход. Все же сходили, да? Калкин. Бизанка дров, почему бы нет? У-у-у. Так, аламар. Черт подери. Аламар, аламар. Тебе бы прям сюда рвануть. Или... Нет, мутари слишком далеко. А, я хочу получить этого дракона в этот ход еще. Да, тогда... Ну, подумаешь, на ход позже захвачу замок. Но зато я получу сразу двух драконов. Один на этой неделе и один на следующей. Мутара, давай смотри, что у нас здесь. Капелла без молвия не нужна. Вот это уже интересно. Присни. Давайте, да. Еще. Плащ. Я не помню, как набор собирается, который Сандра пытался собрать. Череп, потом башмаки и плащ. Плащ я нашел. Шлем череп. Шлем черепа я не видел. Да мы на всякий случай соберем. Ну и плюс у торговца можно будет купить преследовать, да? Мало ли получится какой-нибудь крутой артефакт. ну да, некромантический, но тем не менее. До свидания, маги. 18 магов по непонятной, по необъяснимой для меня причине не испугались двух драконов. Ну и драконы только радуются тому обстоятельству и сжигают. Сила магии плюс один. А здесь я, пожалуй, возьму знание. Сила магии достаточно, вот колдовать побольше всегда хорошо. Так, давай тогда сюда, отправимся чисто на север. Сифенрот. Не хочется тебя туда загонять, потому что я не уверен, что здесь не тупик. Так что, Ивор, давай разведай. Да, спасибо, ты разведал. Здесь лесопилка и огромное подозрение, что больше ничего. Поэтому, Сифенрот, уходи из этого замка куда подальше. На вольное пастбище. Малекит, смотри, что здесь за заклинание. Радость. Я не рад ему. И наук. Стаю церберов. Сможешь разогнать? Преследовать? Вот стая. Стая – это 12, много – это 20. В голове по-прежнему стыкуются эти понятия. Защита. Огонь. Так как бы они там мою мантикур не зажирают. Держит удар. Молодец. Петр Гладитов в обмен на… Узнаем на следующем ходу. Стик. Твоя задача была забрать голову Легиона. Продолжай путь. Алкин. Алкин, ты молодец. Ты очень хорошее местечко разведал. Теперь отправляйся в эту сторону. И, пожалуй, все. В моем городе. Что, не хватает? Опаньки, не хватает дерева. Это как? Лесопилка захвачена, но я ресурсов не встречал. А вот это уже не так уж хорошо. Ладно, пусть будет цитадель в таком случае. А здесь Муратуш. Завершить. Так, не стих. Ивар. Да, отлично, что я сюда не погнал Тиффен Рот. Печера закруглилась. Мелкие постройки я брать отказываюсь. Мутара. Знание взяла. Теперь навстречу Стигу вскочи. Стиг, забирай голову и несись в замок. И между тем ты можешь забрать еще другие артефакты. Но с другой стороны Мутаре, наверное, было бы проще ожерелье дракона отдать, например, Аламару, потому что она обладает порталом. И, соответственно, если Аламар захватывает какой-нибудь город, Мутара туда просто прыгает и отдает артефакт. Поэтому пускай будет у нее еще Аламар. Захватывает драконов. Да, сразится. Два черных должны зажарить. Даже не знаю. На всякий случай можно, конечно, подстраховаться звездопадом. А давай так и сделаем. Ну, теперь уж точно. Один дракон не сажу ее в черный. Замечательно, да. Хорошо, один красный дракон получен, но я при этом теряю скорость. Тут скорость 15, тут скорость 11. Много ящеров разбивать. Ну, просто не вижу смысла. Но отходить отсюда также далеко нельзя, чтобы не пропустить дракона, который народится буквально на днях. Поэтому Аламар захватит сейчас шахту. Асифинар, вот смотри, что у нас тут. Какое-то странное местечко. логово Монтикор. Монтикоры хорошие товарищи, но если я встретил пещеру драконов, есть подозрение, что здесь она будет не одна. Обучение, Малекит. Малекит, ты словил прям такую ерунду, честно? Я прям за тебя расстроен. Но расстроен не настолько, чтобы атаковать нахуй. Зато можно разогнать грифонов, плюс посмотреть, получит ли Малекит еще одну какую-нибудь ерунду. Алкин, ты у меня чем занимаешься? Дерево. Дерево выход на поверхность. А он охраняется или нет? Да, охраняется. Если бы я не увидел стражей, я сейчас подумал, а неужели кто-то сюда уже пытался спуститься? А если пытался спуститься, это не так хорошо. Так, Ивар, Ивар, Ивар. Ну что, тебе пора выбираться, наверное, около мельницы тусоваться. Так, мой первый город. Логово Мантикор. Мой второй город. Цитадель. Ну просто, чтобы было завершить. на неделю неделю без каких-либо бонусов. Так, Ивар, забирай ресурсы. Отлично, Сера. Далее, Аламар. Атакуй. Красный, к сожалению, не долетает. Замечательно. Маги Земли третьей ступени. Это значит, что Аламар сможет телепортироваться в город. Это прекрасно. Да, еще один красный дракон. И на восток Далее, Мутара. Мутаре мешает проехать стих. Вот неходяй. И на севере у меня лавовые земли. У-у-у, еще дракон. Если б я знал это раньше. Принять минотавров королевских мутарей. Да, но я теряю скорость. Стих, вернись, пожалуйста. Ты не так уж сильно мешал мне. И тогда драконов захватим. Между тем, если у меня появились драконы, имеет смысл построить в каждом городе портал и приманивать именно драконов. Да, но сейчас это, конечно, смысла не имеет, потому что герои около драконов сами находятся. Построим. Для Скорпикор нет, лабиринт, чего не хватает. Десять руды. Дефицит руды, креста, самоцветы есть. Второй Торгель Димагов сожжет абсолютно все. Давай построим рынок. Ну, не знаю, просто чтобы было и чтобы появилась возможность что-то на что-то обменивать. А вот здесь тогда порта? Нет. Тут у меня обычных мантикор нет. Давай глазниц по мелочи. Сифенрот. Ты очень круто, ты приносишь мне кучу кристаллов и наверное не умеешь прыгать? умеет. Бэтфанк? Да. Тогда отсюда. Раз город находится в этой стороне, нужно осмотреться, что здесь. Давай вдой на юго-запад. Малекит сражается с грифонами. Ну, или кристаллы пытается забрать. Алкин продолжает разведку всего лишь склеп. То есть получается эта карта как-то очень быстро проходится. Тут особо и развернуться негде, завершить ход. Да, желаю сразиться. драконок под руководством мутара могут вообще никого не бояться. Отлично, победа. Да, еще один красный. Вот знаешь, что я подумал? А почему бы мне не выехать на поверхность? С другой стороны, враги не знают обо мне. Не знают обо мне. Я очень хочу посмотреть еще раз на мощь их армии, чтобы понять, а стоит ли мне высовываться. К сожалению, казначей я не получил. Алкин, 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 Алкин. Давай на север плюс единица к атаке и кристальная шахта. Ну и слабенький доспех. Все ждем. Гарпии скорость 7, скорость 6. Да, они опередят. Минотавры. Я думаю, вам не стоит заниматься самоубийством. Вот Монтикором стоит попробовать и, пожалуй, проклятье. Это было близко. Это было близко. Я хочу спасти Монтикор. Скорость 6. Мне кажется, в какой-нибудь самом дальнем углу не достанут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наверное, вот здесь не достанут. Агарпии не жалко. Минотавры ждите. Насколько же не могут отвечать? Ждем. Ждем. Шесть гарпии хорошо. А магия земли второй ступени. и не следопыт. Не знаю, правда, кому бы он пригодился. Давай попробуем грохнуть много слабоглазов. А с другой стороны, есть идея подъехать опять к порталу выхода и вдруг ко мне присоединяться еще армии. А почему бы нет? Ехать сюда только вот зачем? Захватить Минотавров? Ну, можно попробовать. у Ивора особо дел нет. Здесь собирать нечего. Серный карьер забрать? Ну, попробуй. Аламар, разворачивайся на восток. почему? Синфинарот перегородила дорогу. Это не есть хорошо. И прыжка у Аламара тоже нет. Это есть отвратительно. Аламар, что будешь делать? Вернуться в город? Удвоить ману? но с другой стороны это неплохая идея. Вот мана удвоена, мана восстановлена, лабиринт и прочей не хватает очень сильно. Построить портал, пусть будет, чтобы легче приманивать драконов. У Тари, конечно, тоже было бы неплохо прыгнуть в город для сокращения дистанции, но вот я думаю, может на поверхности уже прорваться. да, ману я сейчас теряю. А, нам может только раз. Я же забыл, мутара не владеет магией воздуха. Я просто сейчас потерял ману. Это плохо. Это плохо, здесь ничего не построить. Ничего не построить в смысле Ильдия магов и Ихримана. Ладно, будет рынок. Рынок для будущих обменов. И мутаре действительно стоило подойти сюда и после этого прыгать, так как стих опять переградил дорогу. Ладно, мутара ждет, больше делать нечего. Военный дневник. Сегодня прибыл в Вестовой... Сегодня прибыл конец от генерала Майя. Он получил информацию из достоверного по его словам источника, что по крайней мере двое лордов, перекрывших мне путь в Нигар, заключили союз. Я не удивлюсь, если это правда. Одного из лордов противостоящих мне не назовешь дураком, но все равно я разобью их. Просто это будет труднее и тем слаще будет победа. Алкин, давай-ка ты отсюда уезжай, все равно ты ничего полезного не сделаешь, хотя нет, если ты будешь уезжать, ты загородишь проход и опять кто-то куда-то не сможет доехать. Сифенрот, она умеет летать, использовать весь ход, чтобы перелететь через препятствие, а препятствием вот это вот считается. Давай просто посмотрим. Я вот использовал полет и нет, то есть я не могу пролететь сквозь толщу земли. Ну, мало ли, это работало бы как, например, бестелесность, вдруг я стал бы каким-нибудь призраком. Но нет. Ламар. Давай, купи артефакт. И вот местный амулет некрамантон входит в наборы с черепом, с плащом, с башмаками, с мечом, с щитом. Но просто вдруг, если входит, я куплю его. Ну, пусть валяется там в инвентаре, не пригодится, я так перестрахуюсь. Малекит. Смотри, что у нас здесь. Ивар. Забирай. стих. Вот по армии я гораздо сильнее. Ай, Армагедон, где же ты? Ну, если что, я увижу там какую-нибудь армию, которую мне невозможно одолеть, я просто открою портал и окажусь в своем городе. Совсем чуть-чуть не хватило. Стих. Ну, паси, пожалуй, гильдию воров. Алкин, стоишь на месте в городах. Ничего не построить. А здесь гильдия магов и вихрь маны для восстановления магов. Чтобы можно было в город прыгать и восстанавливать. Так, основной город. Лабиринт. Куча руды нужна. Ну, тогда построю еще троглодитов, хотя, а зачем они мне нужны? Здесь построено, это построено, это построено. Ну, давай тогда кузницу, потом будем идти к магистрату Капитолию. Завершить, да? Да. Их много. На них не действуют заклинания. Они могут уничтожить мне всех минотавров. Но действуют заклинания пятого уровня, то есть я могу кого-нибудь из них придушить. А это будет расточительно, да. жгем. Ой, красный. Хотя всего лишь 14 единиц урона. Вот красавчик своего спали. А, так. Ну, да. Золотой рак, он не может уничтожить красного под руководством Ультара. Нет. Не буду рисковать, чтобы не дыхнуть на своих. Победа. И выход проклятой земли. Здесь нельзя применять магию, но можно грабануть нах. Давай так и поступим. Да, конечно. неожиданно. Неожиданно наги не сдались. Натавры, держитесь. Вы держали в замечательном прочном у них доспехи. Минотавры, конечно, радуются тому, что уничтожили отряд, но не хочу рисковать, потому что вдруг вы не добьете, потом вас ударят и каким-то образом потеряете 32 единицы здоровья. Нет. Идите. Ну вот. Поэтому убегайте. Там где-нибудь повеселитесь, а тут разбираются зарослые драконы с громадными нагами. 12 серых, 6 тысяч золота. Хорошо. Покров тьмы себе взять, но зачем? В самый угол карты идти, смысла я не вижу. Жесты второго уровня также не вижу смысла. Попробовать сейчас открыть пространственные врата. Сюда никуда не вылезти. Проверим, мало ли здесь лет ход немножко вперед немножко вперед и наверное не полет, а врата. Я промахнулся. Я промахнулся и нужно вернуться в город. Ну да, что я буду делать с 16 маном. Аламар. Иду и на восток. Крест от магии. Асифен рот. Ну не знаю. Тут конечно места слабенькие. Давай сначала все-таки силу атаки повысь или защиту. Всего лишь три единицы защиты это очень мало. с другой стороны драконы первыми летают, драконы первыми жгут. Наверное все-таки выгоднее атаку будет. Пожалуй атаку. Алкин уйди отсюда. Вообще куда бы тебя отправить? Тебя бы отправить на поверхность чтобы ты осматривался. Но ты до туда не дойдешь я уверен. Это очень долго. орков нет. вас не принимаю вы очень медленные. Распех плюс один ко всему. Минотавров да желаю сразиться. Опять же я их нанимать не буду пусть они копятся. копятся в моем замке живут себе слепострой конечно лабиринт. А нет нанимать я не буду а с другой стороны Алкин может их взять себе под крыло и с ними побегать может каунейц атаковать. Проверяем будет ли еще один прирост. Нет больше мне армию на халяву не дают. Понято принято. Ивар забрал шахту красавчик в этой части карты больше делать совершенно нечего от Ивара я могу отправить действительно на разведку потому что да и Стига могу отправить на разведку так как Стиг ближе к поверхности поэтому отправляется он а Ивар будет тогда у гильдии воров тусить посматривать какие сильные соперники стоит ли мне с ними сражаться так здесь лабиринт давай магистрат то для магистрата не хватает тоже кузницы строим завершить да мутара восстановила ману это прекрасно всего лишь 130 единиц как бы ей так сюда хорошо прыгать прыгнуть кто у меня стоит на дороге стих отправляйся дальше Ивар не мешайся стой где-нибудь сбоку так мутара сможет проехать нет Ивар мешается Ивар уйди куда-нибудь вот сюда например там мутара так может проехать но думаю стоит использовать этот прыжок потому что опять же сожрет кучу ману или мне просто не спеша идти либо либо прыгнуть в этот город ну а здесь поблизости нету выхода на поверхность ладно не спеша медленно пойду сам ламар думай тут даже думать нечего вот он замок он сам показался стая рогатых демонов будет уничтожено отлично еще одна шахта город не получается на этом ходу забрать сифенрот захватывает свою профильную шахту так и теперь тебя стоит направить вот на поверхность мне кажется не стоит может ее оставить здесь так скажем на первой линии фронта если кто-то ко мне заявится я очень так же надеюсь что вот этот портал выхода не работает а если работает то это будет весьма печально алкин ну не знаю возьми себе что ли минотавров просто стой здесь и собирай может соберешь когда-нибудь легион и станешь великим героем а сифенрот пойдет грабить гномов ходят слухи что у них так же много кристаллов а сифенрот любит кристаллы малекит чем тебя занять разгони эльфов например сделай хоть что-нибудь полезное ивр стоит на месте больше ходить некому а в моем городе лабиринт наконец-то все руда закончилась магистрат завершить ход там врагов не видно это прекрасно грабим гномов вот не чтобы собраться вместе я сразу атаковал две пачки но будет по отдельности и даже все равно не хотят умирать вместе радуются еще три самоцвета кристалла так склеп атакуем амалекит разгони здесь этих эльфов нет преследовать не хочу зачем лишние потери семь деревьев неплохо ну можно разогнать злобоглазов алкин стоит на месте аламар забирай город не знаю почему гарпии не разбежались ну возможно это их жилище им некуда убегать кроме того драконы прилетели попробовать от них убеги хорошо этот город захвачен давай-ка я проверю что здесь я надеялся что здесь будут дракона но нет алкина я увольнять не стану стих пытается разведать почему то есть смотри тут проходу что ли нет это как то есть я дотронулся до покрова тьмы чтобы пройти дальше амбелия амбелия был какой-то так и вор тебя бы можно было уволить и нанять в какой-нибудь вексе другого героя чтобы тот все быстро собрал мне кажется гильдия воров ну не столь принципиально для меня вот собрать здесь по-быстрому более актуально поэтому таверна 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 и димир он пришел бы димир раньше было бы гораздо выгоднее с его разведкой а так он посмотрит подземелье увидит гораздо большую толщу земли чем другие герои ты стоишь на месте мутара мутара продолжает свой неспешный бег в основном городе гильдия магов второй этаж готово хотелось бы получить драконов уже но не получится буду довольствоваться только теми которые в портале сидят просто обменять и других ресурсов у меня недостаточно капелла без молвия гильдия магов очень-очень много всего требуется и опять же дефицит дефицит руды и хрмана пусть будет завершить ход да палки на месте разгоняем злобоглазов не получается то что не получается это плохо троглотиты страдают мина тавры держится гарпий просто блокируйте я не хочу чтобы у кого-то видеть все равно урон будет смешно мина тавры ждите с два глаза могут вас атаковать и уничтожить ну по крайней мере один отряд ну лучше перестраховаться а вот мантикор добиваю плюс один кудач диммеру это не так актуально но пусть будет а сфинрод грабит скрип да очень легко и непринужденно но и и и и давай Это как два красных дракона атаковали практически идентично, как и два черных дракона. Количество выживших вампиров. Урон одинаковый, а разница в атаке 6 единиц. Так, аккуратно. Главное на своих не дыхнуть. Отличные самоцветы также есть у меня. Вот так, диммер промахнулся. Смотри, что у нас в этом углу всего лишь лесопилка. А лабораторию алхимиков я до этого не встречал. Правильно ведь? А нет, встречал, все в порядке. Но не запомнился на мне. У меня 6 кристаллов. И, да, город Скар. Город фиолетового игрока. Давай заберу у него лесопилку, почему бы нет. И туда направится Мутара. Аламару, пожалуй, здесь тоже делать нечего. Но от Аламара хорошая армия. Все-таки 4 дракона. Наверное, будет не страшно отправить его на поверхность. Но и отнимать армию у Сифенрот мне не хочется. Да, наверное, Аламар все-таки отправляется на поверхность. Забирает армию у Сифенрот. Сифенрот будет тусить в нашем основном городе и обронить территории. А Маликит будет просто, ну, не знаю, чем-нибудь заниматься полезнее. Так что, Аламар, отправляйся в путь. Ты будешь атаковать с другой стороны. Я думаю, тебе характеристик хватит. Мутара вот пожадничала и не отдала своему лет. Акава, некому у нее его перехватить. Так, ну, всем этим захватом займемся в следующей серии. А на текущем моменте спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока. Пока.